Начало Великой Отечественной войны в воспоминаниях, письмах, дневниках. В историко-краеведческом музее собирают материалы о самом кровопролитном сражении прошлого века. Ольга Загоруйко заглянула в архивы музея и узнала, сколько наших земляков приняли на себя первый удар фашистской армии. 22 июня 1941 года в три часа дня североказахстанцы узнали о начале войны. На эту новость они отреагировали митингами в поддержку армии и флота. А 14 июля была объявлена мобилизация в среднеазиатском военном округе. На тот момент было уже 900 заявок от добровольцев. 22 июня первый удар фашистских войск на себя приняла Брестская крепость. Ее оборона шла около месяца. В составе защитников были 68 североказахстанцев. Выжили 19. Среди них Василий Митин. В своем юнике он писал, что накануне войны, 21 июня, день был теплым, спокойным. Пограничники отдыхали. Вечером на воротах Брестской крепости показывали кино об освобождении Бессарабии и Советской армии. Тогда никто не думал, что уже утром военные кадры станут явью. На пятый день обороны Василия Митина ранила. Затем его взяли в плен. Слышался по ночам гол моторов. Это немцы стягивали технику по ночам к границе Советского Союза. В это время очень часто летали над Брестским укреплением непосредственно на Брестской крепости самолеты-разведчики, которые открыто фотографировали Брестское укрепление, саму Брестскую крепость. Их перехватывали, пленки изымались, передавались в штаб. Но оттуда следовало одно предписание – не поддаваться панике. Память о каждом североказахстанском воине должна быть сохранена, считают сотрудники музея. Они регулярно меняют экспозицию в залах, дополняют материалы. В этом году североказахстанцы принесли 400 экспонатов. Каждая из них хранит свою историю, в которой героизм и трагедия рядом. На этой фотографии старший политрук одного из полков 314-й стрелковой дивизии Сергей Александров. Он прошел всю войну, но в 1941-м попал в окружение и предпочел плену смерть. Он положил себе все свои документы на грудь и пустил себе полю в лоб. Это уже после войны. Женщина, которая похоронила его, написала письмо его жене о том, что он был захоронен в ее саду. И потом на месте захоронения его перезахоронили. И на месте перезахоронения был воздвигнут обелиск. В первые месяцы войны на фронт ушли 40 тысяч североказахстанцев. Память о их подвиге должна сохраниться, считают в музее и готовы принять документы, фотографии и вещи участников Великой Отечественной. Ольга Загоруйко, Жилдузбекер, Муканов. Новости МТРК.